Приветствую всех на своем канале и в этом видео я буду делать скрытие посылки с Алиэкспресс в домате с 2013 года. Делала уборку и обнаружила, что у меня вот есть такой вот пакет, да, и начала вспоминать, восстанавливая свои памяти, что когда-то я заказывала с Алиэкспресс что-то в 2013 году, и я не помню, что там, видно, тут были даже попытки вскрыть ее уже, и так я как-то оставила и забыла о ней напрочь просто, и сейчас я только ее обнаружила, и вот хочу вместе с вами открыть ее, вскрыть наконец-то и посмотреть, что же там я в 2013 году заказала, но оно такое на ощупь, судя по всему, может быть, это какая-то сумочка, я не знаю, но очень похоже на это, все может быть, потому что тогда мы и должны были поехать, и не было мне сумочки для документов, может быть, с Алиэкспресс я заказала, она долго шла, и как-то так сложились обстоятельства, что я ее задвинула куда-то там, либо она позже пришла, ну, не знаю, в общем, каким-то образом, я так и до нее не дошла, ну, давайте же и посмотрим, что там, естественно, беру канцелярский ножик и начинаю вскрытие, наконец-то, вот, вот что здесь, ой, сумочка, не знаю, что-то там еще лежит, ой, запах ужасный, красками какими-то, что там, краски, что ли? А, кисти, 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 ого, это кисти, но это не художественные кисти, вот еще щеточка такая, это кисти для майкапа, значит, ого, такой хороший большой набор, странно, как это за столько лет вот это все не получилось, что я сомневаюсь, что это кожа, кисти для макияжа, зачем я их заказывала, интересно, может, это был для меня какой-то стимул, чем бы я хотела в дальнейшем заниматься, но, как обычно, это бывает же, несла свои коррективы, и все это ушло на задний план, а те же тут кисти, но блестят они, смотрите, если камера передает, блестят они, конечно, очень красиво, так, по-синтетически, то есть синтетика однозначно интересна, наверное, я планировала, может, в будущем заниматься майкапом, это меня всегда тоже привлекало, но сейчас я не буду действительно свой делать канал, какой-то бьюти-хрень каналом, поэтому еще для этого нужно куча всего иметь, нет, пожалуй, нет, я больше отдаю предпочтение все-таки творчеству, каким-то работам, картинам, поделкам, но эти кисти, я думаю, что я могу пустить также и для художественных своих каких-то работ, они мне могут помочь, либо как бьюти-прикол какой-то можно снять, какую-то небольшую серию таких видео сделать, даже не знаю, посоветуйте, ребята, что мне делать с этими кистями, у меня нету бьюти-канала, и я особо и не хочу этим заниматься, но может бьюти-прикол какой-то, снять приколы из того, что я имею, да, с этими кисточками, но я не знаю, посоветуйте, в общем, что мне с этим делать, естественно, кисти для майкапа, все под художество, под акрилы, краски, жалко, конечно, будет пускать, я обратила внимание, что, возможно, тут должны были тоже быть кисти, не знаю, или так не нужно, чтобы вот эти два места пустовало, сколько их тут штук, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тридцать одна штука вот таких вот кистей вот есть кисточки косые наверно хорошо не рисовать стрелочки брови я так думаю вот много кистей таких тени наверно накладывать растушевка теней что тут еще есть это наверное для пудры косые может для контуринга это я не знаю хорошая метелочка такая вот она бы не бы пригодилась в творчестве такая штучка ссоре вот это такая большая классная такая интересная приятная на ощупь видно тут кончики где-то ниже где-то длиннее где-то короче очень очень пахнут вот сама вот эта штука очень пахнет наверно на несколько дней я на балкон положу пусть она там проветривается надеюсь этот запах выветрится интересненько белые ручки такие приятненько красивенько что тут это для нанесения наверное вот этих всяких пудры и румяна это тоже что-то из этой серии шелестит так вот это прикольно от кавеер классно вот эту я точно в своем творчестве буду применять и здесь на кончиках видите более черно а это какая-то на кончиках более коричневого цвета это не из этого набора что ли а где ее клеенка так разнообразные формы кисточки такая вот интересная тут волосики длиннее короче и для чего такие кисти либо надо нас посмотреть в интернете кто знает может напишите может кто-то из девочек которые занимаются косметикой макияжем напишите для чего такие вот интересные кисточки тоже такая упругая полукасая полукривая это побольше интересные ну вот есть тут такие вот неровности мне кажется что для нанесения макияжа может кисточки должны быть более в идеальной форме в плане того что если полукруглая то она должна быть полукруглой а тут она где-то короче где-то длиннее то есть форма такая как ножницами постригли не ровненько чуть-чуть ровнее и очень хорошие кисточки для художественной работы до для написания картину такие кисточки такая форма мазки очень хорошие наверное я некоторые кисточки все-таки буду отсюда вобрать для творчества своего художества а какие-то оставлю правда я не знаю что я буду с ними делать так как на улицу я практически не выхожу естественно дома я не крашусь ну это можно разве что какой-то шуточное видео снять потому что профессионально мне явно не получится вот эти тонюсенькая это наверное для нанесения стрелочек вот она такая трошки кривенько еще одна такая ну потолще нет или такая же поровнее что тут еще есть в этом наборе вот такая вот штучка на похоже как а раньше в наборах в тенях такие спонжики маленькие для нанесения теней вот это что-то такого из такого как бы поролона но она такой более плотнее наверное так как растушевка может скорее всего о вот такая тоже из поролона поплотнее не таких как раньше в дешевых таких наборах вместе с тенями продавались спонжики или как вот еще другого цвета это он какая жестко расчесывать что-то вот это наверное очень длинные густые ресницы расчесывать явно не мои это тоже что-то чесать брови наверно это для нанесения туши да и тоже как вариант расчесывать реснички если есть кому что расчесать интересный довольно таки наборчик в интересном такой сумочке так закрывается на складывается заворачивается в сумочку тын тын может вот так вот о раз и все сложил такой и понес ловить людей и делать им макияж насильно добровольно да интересно надо порыться дальше может я еще что-то интересное найду что мне пригодится пишите в комментариях свои советы что можно с этим не делать естественно выкидывать я не буду вы что и дарить дарить отдавать кому-то тоже не буду мне нужно найти этому применение так что жду ваших советов подписывайтесь на мой канал смотрите видео думаю многим будет интересно чем я занимаюсь и до новых встреч пока пока